В эфире программа «Особое мнение». Здравствуйте, подчёркиваю, особое мнение, а не мужская пятница, несмотря на то, что в студии Николай Голиков и Владимир Сметанин. Николай Голиков, сегодня его особое мнение. Добрый день, уважаемые слушатели, да, и всем приятно. Наш коллега, журналист и в данном случае главный редактор журнала «Товар. Деньги. Товар». Да, но всё равно, Володь, понимаешь, как-то вот посматриваю налево, кажется, что мы сейчас с гостями будем беседовать, да, как-то более привычно уже стало. Гостевые места пустые. Да, сегодня пустые. Мы вдвоём, ну, плюс наш звукорежиссёр, конечно. Мы его спрашиваем. Напоминаю нашим слушателям о том, что на сайте Хакирова есть аудио-видео-трансляция нашего эфира, и есть там специальная форма для того, чтобы вы смогли задать вопрос гостю особого мнения. Есть один вопросец от Александра. Вот что он спрашивает. «Николай, как вы оцениваете акцию по вручению портрета президента Путина с его подписью девочки из Налинска? Портрет есть, а на другой подарок одарённой девочке не хватило денег? Ну, видимо, имеет он что-то более ценное. Давайте напомним историю. Да, да, да. То есть девочка написала стихотворение «Россия с Путиным» как он называется, да? Да, да. Да, та же, по-моему, ты там где-то недавно его... «Россия с Путиным», да. Вот, и отправила его президенту. Я думаю, что... Я надеюсь, по крайней мере, что девочка, она десятиклассница, если не ошибаюсь, опять-таки, да, всё-таки имела в виду чистую такую вот юношескую любовь к символу нашей России, к Владимиру Владимировичу Путину. И вряд ли она планировала, что, например, получит какой-то там материальный подарок там или какое-то приглашение там для дальнейшей карьеры. Мне кажется, она просто сделала приятно. Человеку, который ей нравится, он в ответ сделал приятно ей. Вы уверены, что он читал это стихотворение? Ну, я всё-таки надеюсь, что да, хотя, скорее всего, нет. Давайте я последние четырестейшие озвучу. Ну, последние, хорошо. Тут мы до начала эфира просто начали. Я сразу перехожу к последнему, он опубликован, можно найти в интернете, на наших информационных сайтах. Вот что пишет школьница из Наринской, классница. «России выпали большие испытания, но знаю я, поднимется с колен страна, становится реальным наше мироздание. Россия с Путиным надолго, навсегда». Ну, да. Вот именно такое стихотворение было. Поэтому, я думаю, это вполне нормальный такой маленький пропагандистский ход. То есть, как бы, вот девочка, девочка пылает любовью к президенту, девочка гордится своей страной, она посылает президенту письмо. И это всё не должно сводиться к каким-то материальным вещам, иначе потеряешься весь вот такой вот эффект. Мамо идеологически пафосный, да. Вот это, как бы, показывает ещё раз, в глубокой провинции, в Наринском районе есть люди, которые верят в то, что показывает Первый канал. Ну, давайте уж, ради уважения, назовём всё-таки имя-то девочки. Да, конечно. Евгения, Женя Дубровина. Да, Женя Дубровина, тем более, как я понял, девочка очень талантливая. И я думаю, что, может быть, просто патриотические стихии – это не её сильная сторона, скажем так, а где-то, может быть, на лирической стезе она добьётся успеху. Но вот Александр называет всё-таки её «одарённой». Она безусловно одарённая девочка, но я бы не сказал, что эти стихи конкретно удались. Вот моё такое мнение. Хорошо. Переходим к нашим следующим темам. Темы сегодня будут у нас перекликаться с дневным разворотом, который закончился совсем недавно. В первом счастье у нас был депутат Заксобрания Виктор Николаевич Женихов, автор законопроекта, который запрещает чиновникам разного уровня использовать в официальной речи иные наименования нашего города, кроме как Киров. Ну, это прямой, собственно, удар по названиям «вятка хлынов». Вот не должен чиновник официально. Ну, по идее, конечно, чиновник много чего не должен. То есть чиновник вообще должен придерживаться определённых установленных для чиновника правил. Да, но это у нас же чиновники каких-то правил придерживаются, каких-то нет. Например, я много раз говорил, что чиновник в официальной речи не должен использовать никакие иные статистические данные, кроме официальных данных Росстата. Ну, или Кировстата нашего. Ну, это, в принципе, одна структура. Это одна структура, это вертикальная структура. Тем не менее, они совершенно спокойны, когда им нужно, ну, скажем так, слегка приукрасить положение дела, говорит, как показал наш там опрос или наше исследование, или что-то ещё. Тут у нас всё вообще зашибись, ребята, да. При том, что, если посмотреть в официальные цифры, да, Росстата, то получается, что, ну, скажем, не совсем так. А, видимо, потом уже не хочется как-то заглядывать, да, многим официальные цифры. Это неправильная, скажем, статистика. То есть более неправильная, чем другая. И вообще-таки... Как такое может быть? Ну, может быть, что там как бы... Основаны такие. Приукрашивают. Органы Росстата приукрашивают действительность Башкортостана, якобы был такой примерно разговор. На самом деле у них всё, на самом деле, не так хорошо, как кажется, да. Ну, примерно так. И многие в этом уверены, что, ну, как говорят, есть большая ложь, есть маленькая ложь, есть статистика, да. Многие в этом уверены. Хотя я ещё раз говорю, я тоже не всегда во всём доверяю статистике, но я свободный человек. Я могу сам ходить, спрашивать экспертное мнение и что-то ещё. Госслужащий должен доверять 100% такому же госслужащему, как он, потому что органы статистики – это государственные органы. Один мир мазал. Вот, да. И примерно то же самое. Но, видишь, опять же, вот, мне что не нравится в инициативе Женихова? Мне не нравится слово «запрет». У нас вот как что не запретят, да, так вот всё только хуже становится. А что нужно было написать законодательного? Нежелательно? Дело в общем, что… Не рекомендуется? Вообще-то в официальных бумагах, скажем так, да, ну, в приказах, распоряжениях никто и не употребляет других названий, потому что если там, условно говоря, законодательное собрание примет закон Вятской губернии, то он и действовать будет в Вятской губернии, то есть он не будет действовать. Естественно, вот в официальных документах никто и не думает употреблять другое наименование города. Вот, запретить в устной речи, понимаешь, ведь чиновник, он выступает не только, условно говоря, у себя в кабинете на совещании, он может выступать на собрании общественности, он может выступать там… На открытии какого-то объекта. На открытии объекта, на поздравлении юбиляра, да. И тогда речь его не должна быть канцелярской и казенной, да, то есть он, в принципе, имеет полное право говорить, ну, скажем так, художественно, тем более, что есть люди, которые сидят, эти речи для него пишут, эти люди с филологическим образованием, обычно с очень хорошей, но онная работа, на самом деле. Вот. И вот мы сегодня говорили, а попробуй вот в этой не казенной речи ласково называть свой любимый город. Чтоб прониклись к тебе, да. Понимаешь, Киров, это фамилия изначально, он не предполагает уменьшительной формы, мы подумали, не придумали ни одной. А вот, например, Вятка, Вятушка, там, Вяточка, понимаешь? И когда ты говоришь женщине, которая исполнилась в 95 лет, говорить, там, Киров, там, да-да-да-да, ну, даже как-то немножко... И которая, кстати, еще родилась в Вятке. Да, родилась, возможно, даже, кстати, в Вятке. Раньше, в 1934 году, да. Вот. Поэтому, как бы, вот такая инициатива с запретом, она, мне кажется, совершенно излишняя. Соблюдать его никто не будет, потому что запретить можно только во исполнении служебных обязанностей, когда человек, чиновник, находится, скажем, я еще раз говорю, в неофициальной атмосфере, он может говорить так, как он вовсе есть права гражданин России. Другое дело, что, да, конечно, строже следить за какими-то вещами чиновники должны, но, по-моему, это у них и так есть все в должностях обязанностей. Ну, кстати, Виктор Николаевич, ты ссылается на федеральный закон, который существует с 1997 года, вот, в этом законе прописано, что вот те географические названия, в том числе названия городов и других топонимов, они должны произноситься вот именно так. Слушай, ну, если есть федеральный закон... И даже предусмотрят штраф. Да, но если есть федеральный закон, зачем тогда мы вводим еще что-то на своем уровне? Тогда давайте просто писать жалобы в органы прокуратуры, что такие-то чиновники не соблюдают федеральный закон 1997 года. И прокуратура с удовольствием... Зачем еще один запрет на запрет-то вводить, понимаешь? Так уже не очень понятно, что у нас вообще можно делать, значит, этих запретов столько что. И, во-вторых, эти запреты, они у нас выборочные такие, кому-то запрещено, кому-то не очень запрещено, кому-то вообще не запрещено, понимаешь? Поэтому я думаю, что в данном случае, я понимаю, зачем это делает, скажем, Женихов. Я очень с большим уважением к его отношусь. Пиар? Это не столько пиар, сколько это еще одна попытка немножко погасить вопрос о переименовании города. То есть, чтобы как можно реже всплывала эта тема. Потому что всякий раз, когда чиновник называет Киров-Вяткой, как бы невольно стоит вопрос, что он как будто бы поддерживает идею переименования города. Хотя, может быть, и не так. Я тоже часто называю город Киров-Вяткой, но я не поддерживаю идею переименования. Я вообще не люблю, когда что-то переименовывают, сносят, ломают, крушат. Потому что надо как-то вот... Всегда привожу пример Англии, где 5 ноября до сих пор празднуют заговор против монархии. Это не уникальное, это нормальное явление. И поэтому каждый приходит у нас, следующий говорит, все бредущие были неправы, мы сейчас несем весь мир насильно, мы разрушим до основания, а зачем? Я противник вот этих, давайте остановимся. Да, большевики были неправы, но мы-то зачем им уподобляемся? Зачем мы снова что-то ломаем, крушим переименовывая? Давайте строить и называть это уже новыми именами. Что касательно Кирова, мы с тобой говорили, да, то еще в начале 90-х вопрос можно было решить вполне к удовлетворению всех. Да, то есть было вполне нормальное предложение, вот по образцу, вот как есть два города Ростова в России, да, есть два города Кирова, в Калужской области у нас, как сделали там, там есть Ростов Великий, да, пусть в Калужской области будет Киров Великий, бог с ним, а мы в нем скромный Киров на Вятке, как Ростов на Дону, понимаешь? И область останется Кировской, и город можно, как Ростов называют, да, если это вполне понятно, можно сказать, просто Ростов, если не очень понятно, можно добавить, что на Дону, вот. И там же донские казаки у нас, вятские люди, понимаешь, всем бы было хорошо, и при этом официального переименования бы не произошло. Вот именно компромиссный вариант почему-то никто даже не подумал рассматривать. Надо подсказать нашим законодателям, ну, вернее, сейчас уже подсказывают. Слушай, ну это же подсказывали, а им же надо драться, им драка нужна. Либо Пан или пропал. Да, либо Моя взяла, понимаешь, вот мы за Киров боролись, да, вот сейчас как бы вот состояние тех же коммунистов отстаивали, что переименование нужно. Сейчас, значит, дали делу обратный ход. И вот мы сейчас это будем добивать, вот добивать, чтобы даже нигде слово вятка не осталось. Женихов, кстати, уверен, что его законопроект выдержит всевозможные проверки, исследования, оценку, и на ближайшем пленарном заседании он уже готов выступить. Если он соответствует федеральному закону, да, то как же он может там не выдержать? С другой стороны вопрос возникнет, зачем дублировать федеральный закон областным? Давайте просто его применять на практике, если он есть. И когда-нибудь вернемся к обсуждению возможного названия киров-планетки. Одно другому не мешает. Депутатам-то, кстати, ведь не запрещено, это только чиновникам требует запрещения. Депутаты-то могут все что угодно говорить. Напомню, что это особое мнение Николая Голикова, главного редактора журнала «Товар. Деньги. Товар». И еще одна тема, которую мы обсуждали во второй части уже дневного разворота, это выход на Государственную Думу нашего ЗАГС-собрания с законопроектом о введении уголовного наказания за неоднократное употребление наркотиков. Если в течение полугода человек употребляется, значит уже можно применять. Речь идет не о реальном заточении за решеткой, а об основном исправительных работах, обязательных работах, но и еще штраф предусмотрен в 20 тысяч рублей по сравнению с существующей административной ответственностью, там 15 тысяч. Немногим более жарко сегодня обсуждали. В развороте были как голоса «за», были как голоса «против», но сошлись мы на том, что все-таки это такая превентивная мера. Ей, возможно, мало что исправить, то есть нужен комплекс целый. Нет, дело в том, что как-то у нас все наоборот. Говорят, вот эта мера превентивная, нужен комплекс. Комплекс потом не происходит, остается только мера. У нас ничего комплекса не решает. Не тянется потом одно за другим. А потому что начинают сразу с чего? С уголовки, опять же, с запрета какого-то. А потом уже где-то там всплывает, что вообще-то надо какую-то пропаганду вести, профилактические работы вести, убеждать. То есть мы запрещаем, когда мы запрещаем что-либо, мы этим признаем, что мы не смогли кого-то в чем-то убедить. То есть вся наша работа пропагандистского аппарата – ноль. Тогда мы говорим, ах, мы не могли вас убедить, тогда мы вам это запретим. Это всегда показание слабости. И я в таком случае, извини, такой очень банальный пример привожу. Ты, кстати, в последний раз еще не слышал насчет кризиса в Голландии? – Кризис в Голландии? – Да, как они там кризис переживают? – Не слышал? – Не слышал там, нет. – Да и как-то все равно. – Вот, я всегда говорю, что вот есть такая страна Голландия, где эти вопросы решают совсем с другой точки зрения. И не только связанные с наркотиками, но связанные с теми же однополными браками, с эвтаназией, с другими сложными вопросами современности. Они просто все – это проституция та же, да? – Они все это легализуют? – Они все это берут под государственный контроль. Потому что как только ты что-то запрещаешь, это уходит из-под контроля. Как у нас произошло с дорогой и с пьянством, да? Когда пьяницы ушли с улиц во дворы и в квартиры, куда милиционерам ход запрещен по закону. – Мы чуть позже об этом поговорим немножко. – И, соответственно, то же самое произойдет и здесь. Ну, хорошо, понимаешь, как бы проблем наркотиков люди решают с самого появления человечества, потому что, извини, получить удовольствие человек хотел всегда. – И природа ему в этом… – Да, природа ему щедро помогает. Как я уже неоднократно говорил, 70% растительности, это в Кировской области, это содержит психоактивные вещества. То есть, есть вопрос, как оттуда добыть. Там и грибы, и травы, там деревья и так далее. Поэтому, естественно, даже, извините за выражение, человек пиво начал делать раньше, чем хлеб. Как вот сейчас показывают раскопки, находят эти вот древние пивоварни. – Я совсем недавно, кстати, услышал. – И только вот уже буквально из отходов этого производства подумали, что что-то еще может получиться, да, что безотходное производство. Стали вот этот хлеб делать, который так не особо был нужен, ну ладно, он не пропадал. Поэтому человек, и вот эти вот удовольствия, которые человеку доступны, там музыка, там секс, например, там наркотики, там включая алкоголь, там табак, предположим, да, что-то еще, там, я не знаю, спорт, коллекционирование бабочек, там, ну разные удовольствия, у каждого свои, они никуда не денутся, даже если мы их запретим. Они просто уйдут с наших глаз. Если инициаторы закона просто не хотят видеть на улицах наркоманов, да, так я думаю, они и так их не видят. Потому что из окна машины не рассмотришь. Если они полагают, что наркомания, она каким-то образом связана вот с ростом преступности, то, извини, вот даже взять тот же алкоголь, это тоже наркомания, да. У нас 40% преступлений, да, совершения, все алкогольные опьянения совершаются, да. – Или более половины, все-таки. По-моему, все-таки 40% было. Ну, за снижение будет, за 40%. В любом случае получается, что если половина, да, то, значит, половина совершается в трезвом состоянии. А почему мы, вот это более страшно, а это менее страшно. Половина-то трезвые люди совершают, а может и больше половины. И уж точно большинство преступлений совершаются не в состоянии наркотического опьянения. То есть человек не под наркотиками, опаснее гораздо, – Преступления, или все-таки тяжкие мы имеем в виду, да? – Да у нас, во-первых, понимаешь, как бы, когда мы говорим о том, что наркомания возросла, это очень связано в основном с событиями позапрошлого года. На самом деле она у нас не такая, уровень, скажем так, условно говоря, по России не такой большой. И доля совершений, преступлений связанных, вот, которые совершает человек под наркотиками, да, она очень невелика на самом деле. – Так что бестолковая идея-то опять получает? – Да, ты понимаешь, это идея в духе тома, давай-ка вот, а теперь для метражу, я вам что-то там еще покажу, да, вот давай-ка мы еще вот сюда пнем, да, вот мы здесь еще и проявились. – Инициаторы-то ведь заявляют о том, что нет, мы хотим вот ту категорию вот только-только начинающих уберечь, вот, которые… – А что они хотят, человека в 14 лет уберечь от чего-то методом уголовного наказания? Ты думаешь, человек в 14 лет понимает, что такое уголовное наказание? – Да нет же. – И не будет задумываться молодой человек о том, что будет на нем висеть это… – Никогда, понимаешь, это свойство молодых людей, он никогда не будет думать о том, что это помешает ему в 40 лет его карьере и так далее, у него нет таких мыслей, нет в голове, для него важнее мнение окружающих его ребят, вот, поэтому здесь реальная работа на этом уровне – это только работа по убеждению по какому-то, и без дураков, потому что когда у нас говорят, что спорт заменит алкоголь, то, знаете, ребят, я не дурак, он не заменит алкоголь. Это совершенно разные ощущения, да, поэтому нельзя говорить о том, что что-то где-то заменит, надо говорить о другом, что это вот, ну, короче, тут очень нужна большая работа, которую никто не хочет делать, все хотят просто запретить и не видеть. – А как вам позиция Верховного суда и правительства страны, которой вы ожидали свое, собственно, заключение, свое мнение? – О том, что это не соответствует критериям Всемирного организма? – Да-да-да, совершенно верно, это болезнь. – Это болезнь, да. – Это болезнь точно так же. – И уголовная. – Да, сажать людей в тюрьму, как у нас сажали, по какой-то там, 122-я была статья в советское время, тюрьму важная, все равно это уголовное наказание, и это отмечается как уголовная ответственность, уголовное наказание. – У нас сажали уже людей за их природные свойства, по 122-й статье за гомосексуализм. – Было это уже, понимаешь? – И человека сажают за то, что он такой есть, не за то, что он что-то сделал. – То же самое с наркоманами. – Тем более, что почему человек становится наркоманом? – По какой причине он в данный момент оказался в наркотического опьянения, никогда не установишь. Это ж может быть просто шутка друга, который протянул тебе там сигарету, да, как я первый раз попробовал. – Просто. – Мне просто человек протянул, не предупреждая о том, что он мне собственно протянул, да. Вот я… – Ну ладно, мы об этом не будем, потому что ни в коем случае об этом нельзя. – Не будем. – Но такое тоже бывает. Такое тоже бывает. И потом оказывается, что Бог и вся жизнь пошла на смарку. – Нет, я категорически против запретов, и всегда говорю, давайте посмотрим на маленькую, счастливую Голландию, где, кстати, вот я тоже ничего не читал про кризис. Как-то у них там все разрешено, и кризиса нет. Слушай, удивительно. – Может, вести не доходят все-таки? – Да, вроде так вот, читаешь все новости. – Расстояние-то большие между нами. – А до Голландии-то? – Да. – По-моему, ближе, чем до Омска. – Ого. – Ну, если так подумается. – Есть еще одна интересная тема, ну, может быть, не совсем такая свежая, но вот кировские бизнесмены высказали по поводу этого своего недовольства. В конце января еще наши промышленники в лице президента Рядской торгово-промышленной палаты Николая Липатникова обратились к главе Центробанка Лирина Набиулина с просьбой организовать работу банков в новогодние праздники. Ссылаются наши земляки на то, что вот невозможно в эти новогодние праздники. – Ну, я понял, что ты говоришь. – Расчеты проводить, связи нарушаются. – Дело в том, что вот предприятия, которые обратились к Николаю Михайловичу Липатникову, сколько помню, как раз предприятия перерабатывающей промышленности, которые связаны с молоком и прочими. – Ну, вот Василий Куприянович тоже Сураев упоминал. – То есть дело в том, что эти предприятия не могут останавливать свою работу по определению. Да есть, кроме них еще и химические предприятия, которые не могут останавливать работу. Предприятия непрерывного цикла, туда постоянно что-то поступает, перерабатывается и производится. И когда вдруг оказывается, что ты не можешь оплатить сырье, условно говоря, потому что банк просто-напросто не работает, а тебе без оплаты, естественно, особенно в наше время, кто же что даст, то возникают проблемы, которые очень сложно решаемы. Потому что остановить непрерывное производство непрерывного цикла – это крайне затратно. – И запустить его тоже. – И запустить обратное тоже сложно. – Проблемы. – И чтобы вот этого не было, такой работы под угрозой остановки. То есть, каким-то образом, пока они находят способы, да, вот как-то продолжают работу. Но это все время идет работа такая, в очень стрессовом состоянии, под угрозой того, что это может сейчас бух и рухнуть. Где-то одна цепочка не сработала. Поэтому совершенно правильное, мне кажется, требование. И очень хорошо, что Николай Михайлович услышал, так сказать, наших молочников, я думаю, не только молочников. Тут я говорю, что у нас и химическое производство есть, которое тоже непрерывного цикла. И у нас же сейчас развивается микробиологическое производство. И тоже цикл непрерывный. А эти вот бактерии-то, они же не поймут, когда их без еды оставят, они просто могут... Они не знают, что такое Новый год. Да, они не знают, что такое банковская система России. Поэтому, я думаю, если проработают, мне кажется, вполне реальное предложение, найдут какой-то способ, чтобы хотя бы какой-то из крупных госбанков, да, продолжала работу у него вот сеть. Хотя бы через него можно было какие-то операции совершать. Просто наверняка же в разных банках... Ну, понятно все, но если хотя бы выступит, условно говоря, там какой-то государственный банк выступит в качестве, ну, как бы гаранта того, что вот эти деньги к нам поступят. Или вы их получите, как только заработает ваш банк, но они уже у нас. Мне может быть это как-то изменится. Можно найти способ, я думаю. Но мы, к сожалению, не знаем, были ли подобные обращения от бизнесменов из других регионов. Что-то мне подсказывает, что у них там тоже... Да я думаю, что вообще вот эта вся затея... Минимум нависит. ...с новогодними каникулами, она для бизнеса губительна. И не только для тех, кто работает в Днепр, но вообще для всех. Потому что все равно проходит провал такой, который потом... кто-то начинает работать с 10-го, кто-то с 15-го, кто-то вообще с февраля. Провал такой для... Судя по себе, по отзывам, коллег где-то до конца января где-то приходишь? До конца января, да, все приходят в себя. И поэтому, как бы, если бы мы там, не знаю, жили в том же Сингапуре, да, там, где все хорошо и все без нас крутится и работает. Может быть, было бы еще и ничего. А когда вроде у нас кризис на дворе, то мне кажется, ну, не до каникулы таких, ни к чему это все. Интересно, как воспринял бы народ идею сокращения такого волевого новогодних праздников? Отдыхаем два дня и все выходите на работу. Ну, видишь, кто-то, может, и не нужен, пусть отдыхает. А те, кто... Понимаешь, я вот, я бы радостно работал в каникулы, потому что я не могу, у меня же тоже своеобразный цикл. Да, я теряю дни, потом я начинаю работать там как безумный, потому что от обязанностей там по выходу журнала меня никто не освобождает. То есть мне это не нравится, но я выйду, но больше вокруг никто не работает. От моего выхода ничего не изменится. Вот, поэтому как-то вот тут можно вопрос решить. И я думаю, вот, я вполне себя нормально чувствовал, опять же, извини за воспоминания о советском времени, когда там было, там, 1 января, выходной день, не помню, было и 2, честно говоря, не помню. И нормально, 3 выходили на работу. Ни с кем ничего дурного не случалось. И никакого Рождества. Ну, я имею в виду выходного Рождества. Да, 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 то есть Рождество, те, кто хотели, те, кто истинно верил, те отмечали, те ходили в церковь, но это не было такой обязаловкой, как сейчас. Не надо было там присутствовать, чтобы показать свою лояльность к существующему режиму, поэтому народ ходил наоборот, тот, кто истинно верил. Это было не так и много людей. Реклама у нас сейчас, после которой продолжится особое мнение Николая Голикова, главного редактора журнала «Товар. Деньги. Товар». Особое мнение на 101 ТФМ. Сегодня, напомним, мы выслушиваем особое мнение Николая Голикова, главного редактора журнала «Товар. Деньги. Товар». Ну что, Путин и патриотизм, вернее, Путин заявил, что патриотизм – наша национальная идея. Вот такое понятие, которое… нельзя что-то к нему лишнее привесить, да, негативное. Вот патриотизм и всё. Патриотизм – это, в общем, довольно-таки, на самом деле, абстрактное понятие. То есть, если речь идёт о любви к Родине, да, то это, безусловно, позитивно. Но если… Лучше было сформулировать так, получается? Да. Потому что то, что патриотизм – это последнее прибежище негодяев, это тоже умный человек сказал. Мы это прекрасно понимаем. Мы понимаем, что сейчас слово «патриотизм» немножко используется в другом контексте. То есть, понимаешь, как бы, хороша ли она, плоха, но это Родина моя. Это не совсем патриотизм. Это вот как раз та самая страсть, о которой писала школьница в Налинске. Вот. Любовь к родному пепелищу, так скажем, чувство святое. И использовать его в политических целях – это вообще-то подло. Поэтому, когда нам объявляют, что мы должны все вдруг стать патриотами, то возникает очень много вопросов. Во-первых, кто нам это говорит? Мы уже как-то, по-моему, с тобой жили, не помню, с этим и с другим и с этим обсуждали, да? А мне был вопрос тогда по СМС, мне пришёл вопрос, служил ли я в армии? Да. Ещё раз ответил. Да. Я служил в армии шесть лет, четыре из них по собственному желанию. И когда говорят патриотизм, это в том числе, когда человек ставит интересы государства выше своих личных в определенный момент, да? И отдаёт ему вот какую-то часть своей жизни именно в виде служения. Вот служение в армии – это один из таких ярких проявлений патриотизма. И когда мне… Родину защищать, да? Да, Родину защищать, да. То есть отдать, там сейчас год я отдал, там шесть лет, неважно. Какой-то год там своей жизни Родине не за деньги, условно говоря, просто безвозмездно. Никогда люди, которые никогда в жизни в армии не служили, говорят мне о патриотизме. Я говорю, ребят, тогда вам нечего делать на этих трибунах, где вы находитесь. Понимаешь? Если мы говорим реально о том, что человек должен быть патриотом и что-то Родине отдавать, не просто говорить об этом и что-то отдавать, то эти люди уже не подходят. То есть надо было говорить, что служба в армии – национальная идея. Это вот, это часть патриотизма, понимаешь? И чиновник не может стать чиновником, не служив в армии. Вот тогда бы я посмотрел, как бы они отнеслись к этой национальной идее, те, кто сейчас громко аплодирует ей, понимаешь? Как бы отнеслись к тому, что, ребята, если вы патриоты, то зачем вы свои деньги отдаете за рубеж на образование ваших детей, например? Это не патриотично. Это антипатриотично. Это преступление против Родины. Ты деньги свои отдаешь ее оппонентам. А на простые поездки за рубеж? Да я тоже думаю, что не стоит. В Крым. Только в Крым? В Крым, в Абхазию, в Южную Осетию, в Приднестровье, может быть, я не знаю, в Луганщину, в Донецчину. Никакой за границей. Ребята, деньги должны работать, если вы патриоты, на благо вашей Родины. Вот если бы это было сформулировано так, я думаю, аплодисментов бы в зале не было на речь Путина. Потому что все бы поняли, что они не патриоты, они просто болтуны. А речь, когда идет о любви к Родине, то это чувство есть, мне кажется, у любого человека. И русского, там, татарского, неважно, любой национальности. Но опять же вопрос возникает. А сколько у человека Родины? Что он считает? Понимаешь, Родина? Да, что Родина? Условно говоря, я татарин, так положено. Мой родной язык татарский. Не русский. И моя религия не православие. А у нас сейчас там проходит вещь, как это называется, Россия идет, придумали движение. Тогда всех крестный ход. Не читал ты этого? Нет, еще не попадалось. Не чужие нам люди. Сергей Сергеевич Корноухов, помнишь такого деятеля? Конечно. Олег Дорианович Валенчук тоже выступал на этом мероприятии. Сергей Сергеевич Корноухов говорит, создаем координационный центр, который координицирует все крестные хода России. Знаешь, так Россия идет. Тот, кто не идет, тот не патриот. И вот что мне теперь татарскому мальчику делать с этим? Я ведь не могу пойти в крестный ход. Тогда я буду не патриотом, потому что это противно вере моих отцов. Понимаешь? Сколько у человека Родины? У меня есть деревня, которую я люблю. Но, извини за выражение, люди, которые руководят более высокой структурой, то есть уже не моей малой Родиной, а моей большой Родиной, делают так, что эта деревня гибнет. Они мне кто? Я должен их любить. Возникают противоречия. Да. Это ведь по идее я веду себя как внешние захватчики, как вродимые. Деревня гибнет, а это моя малая Родина. Поэтому, когда говорят о патриотизме, всегда немножко забывают, что особенно в федеративном государстве. А у нас Россия от федерации. Что это такое? У нас получается, у нас возникнет 85 патриотизмов. Помнишь историю с суверенитетами? Да. Да? Хорошее слово, суверенитет. Сейчас тоже говорят, что у России суверенитет. А раз он есть у России, значит, он есть у каждого ее субъекта. Вроде бы эту тему замяли. Сейчас у нас будет 85 патриотизмов. Покупай вятское. Не покупай пермское. Только вятское. Почему неизвестно? Из любви к родине, да? Причем тот, кто будет тебя призывать, будет есть голландское. Швейцарское. Но ничего не изменится. Да, конечно. То есть это очередной некий такой пропагандистский жупел, который человек, предложивший это. Это красиво звучит. Плохого слова патриотизма ничего нет. В самом по себе слове. Ну да, что доброе не подставь, все это нужно. Да, но дело в том, что под это же слово подходит очень много вещей, совершенно никакого к нему отношения не имеющих. Да, вот это вот. Попытка придать ему религиозную окраску, попытка придать ему там милитаристскую окраску и так далее. Это все на самом деле не имеет. Патриотизм – это чувство сугубо интимное и личное. Я люблю свой город. Это правда. Я в нем живу всю жизнь. Я не могу его не любить. Для меня патриотизм – это любовь к городу. И не любовь к тем, кто этот город портит. А ведь предполагается, что если мы патриоты страны, мы должны любить, так сказать, ее власть. Опять же надо разделять. Конкретно Путина. Это любовь именно к моей родине или это любовь к ее руководителю. Именно к этим руководителям, да? Я не могу любить людей, город, который люблю я, портят. Но не могу я. Невозможно. Это противоестественно. Это половое извращение. Я не могу этим заниматься. Поэтому получается так, что с их точки зрения я уже не патриот, потому что я их не люблю. А кто будет решать, патриоты или нет? Они как бы и будут решать. Видите, о чем дело? Так это что сейчас получается? Раз Путин заявление такое сделал, все, мы нашли официальную национальную идею. Все мы нашли. Теперь мы уже должны наполнять вот это слово, очень такое широкое, какими-то смыслами. Опять наполнять его обо мне мы с тобой. Вот то, что я говорил про город. Ну, сверху нам будет говорить. Нам скажут потом, что такое патриотизм, как он выглядит. Значит, тут они не процессы. Да, как этот патриотизм выглядит для человека простого, как этот патриотизм выглядит для человека состоятельного. У него уже другой патриотизм будет, потому что у него активы за рубежом. Ну, Господи. Значит, какой-то другой должен быть патриотизм. Как патриотизм для Рутенберга и патриотизм для Володи Сметанина будет разное патриотизм. Вот. И это все нам должны будут объяснить. Ну, и школьникам, нашим детям тоже. Ух ты. Это же так глобально и так необъятно. Нет, на самом деле это будет, я почти уверен, что… Строка в бюджете у нас появится на… Безусловно, да, на пропаганду патриотизма. На пропаганду патриотизма. И она будет точно так же разворована, как любые другие строки в бюджете, да? То есть еще одна прекрасная вещь, где можно приложить свои усилия. А у нас в Советском Союзе какая была идея? Догнать и перегнать? У нас была идея строительства социализма. А, строительство, простите. Мы строили социализм. И, в общем-то, это вполне себе нормальная идея. Она показывала некий путь вперед. То есть мы что-то строили. В 2000-м, да? Ну, к 80-му. К 80-му. В 2000-му каждому квартиру обещали дать, а к 80-му социализм. В 80-му Хощев обещал, да. Мы, по крайней мере, была какая-то точка впереди. Вот эту идею, я понимаю, это направление движения. Пусть это направление оказалось… Ну, как и сама жизнь. Все равно сама жизнь – это движение. А патриотизм – это отчасти движение назад. Это опора на какие-то созданные до тебя ценности, которые ты не создавал и которые ты можешь не разделять, но ты уже должен в них опираться. Во-вторых, это автоматически не доверяя к любым каким-то другим ценностям, которые появились после и не соответствует тем после, потому что их не было тогда. То есть это немножко движение назад. Но, я еще раз говорю, меня как-то не всколыхнуло и не оскорбило и не обрадовало вот это заявление Путина. Я думаю, что это пройдет. Как у нас все проходит, как любая компания у нас проходит. Кто пройдет? Путин пройдет. И Путин пройдет. Он не бессмертен. Я не думаю, что это заявление меня кто-то наругает. Нет бессмертных людей. Все смертны. И Путин тоже смертен. И вот эта идея, это тоже та компания, которая продлится какое-то время, кто потихоньку угаснет. Это неправильное, неточное слово и оно не может долго сдержаться. И еще про политику, вернее про единую Россию. Съезд по Единой России состоялся, да? Да. Ознакомились мы, по крайней мере журналисты, с тем, кто выбыл из верхушки управления, кто туда прибыл. Олег Дарьянович, вот сегодня уже упомянутый у нас, пошел на повышение, да, я так понимаю? Ну, в общем-то, да. Высший совет. Он вошел в высший совет. Я думаю, это, по крайней мере, немножко облегчило задачу местным аналитикам. То есть, теперь стало понятно, что Олег Дарьянович, скорее всего, в Госдуме останется. На эту поляну обратно не букнется. И местным выборщикам придется немножко проще. Без такого субъекта политического. Потому что все, как бы, да, очень долго довольно-таки гадали, потому что возвращение Олега Дарьяновича сильно бы картину изменило. Сейчас, я думаю, многие успокоятся. Пусть так и будет. Но вот что интересно насчет съезда. До съезда еще я читал просто несколько даже стенограмм, где члены вот этого как раз высшего совета партии, в том числе, да, встречались с различными экспертами, учеными из МГУ. Зачем? Политологами. И они обсуждали, вот что же делать-то в Единой России ситуации там нынешней. Ведь надо же что-то... Ситуации падения доверия. Да, да, да. Апатии, падения доверия, кризиса, падения доходов населения и, соответственно, рост недоверия к власти. И там был такой один прекрасный момент. Вот ты говоришь, там избрали новый высший совет, избрали новый там еще такой политический совет там. Генеральный, там высший совет, политический совет, контрольный там какой-то еще орган. Много народу, хорошего народа. А там был вопрос такой. Один Медведев сейчас не очень популярен. И один, как человек в федеральном списке партии, глава партии, напомним, да. Слаб. Его надо усилить. И там пошли предложения. Давайте усилим там десятью товарищами, пятью товарищами. Трезвый голос нет. Десятью мы не наберем, просто столько людей, которые усилят Медведева. Я стал читать после этого внимательно. Они не набрали даже трех. Что за кандидатуры назывались? Понимаешь? Да, безусловно, назывались кандидатуры. Ну, естественно, первый появился Шойгу, да. Вот здесь я, пожалуй, согласился. В нашей обстановке Шойгу Медведева усилил. Но! Там ведь прямо совершенно сказали, он сейчас не может отвлекаться на выборы. Потому что у нас все повышенная боевая готовность. Мы воюем. Мы воюем, да. Он сейчас не имеет права уходить в отпуск, а не уходя в отпуск, не может быть. Вот, пожалуй, единственный человек. А потом дальше все, в основном, половина зала либо смотрелась, либо хохотала. Потому что вспоминали фигуры там. Ну, просто условно говоря. Вспомнили там Ирину Роднину. Ну да, безукоризненная фигура. Великая спортсменка. Да, да. Великая спортсменка. Но она гражданка США. О! Понимаешь? Кого-то еще вспоминают? Опять косячок. Там Грызлова вспомнили. Давайте Грызлова присоединим. Ну, там уже просто в этот момент я понял по стенограмме, что ползала хохотала. А потом кто-то умный сказал, раз Владимир Владимирович его отправил на Украину. Значит, он туда его отправил для того, чтобы он здесь не был. После этого как-то все затихло. И оказалось, что вот при таком огромном красивом съезде, при политсоветах, там высших советах, Кардинсона, там безумный праздник общенародный, да? Эти… Они реально троих не нашли даже. На самом-то деле. Они бросили потом разговор, потому что поняли, что зря теряют время. То есть кого-то, кто реально усилит, кроме Путина. Это, получается, дело их рук, собственно. Да, потому что никто из сидящих в зале вот этих членов партии не способен поднять ее авторитет. Понимаешь? Они за счет кого-то могут, а этих кого-то уже нет почему-то. То есть те люди, которые раньше были, они утратили доверие народа. Новых нет. Поэтому, когда я смотрел вот на этот съезд, на материал съезда, я вспоминал об этом. Потому что съезд – это оболочка. А на самом деле сейчас довольно-таки, как я понял по этим вот разговорам, сложная ситуация в партии. Не очень понятно, с чем идти к народу. Не очень понятно, кому идти к народу. Понимаешь? И не очень понятно, с чем это все закончится. Ну, а если сказать еще раз народу, как они говорили в 2002 году, сейчас это активно обсуждается в интернете, там целый список обещаний «Единая Россия». 2017 год – Россия ведущая мировая держава. Вот если об этом же заявить. 2017 год – мы ведущая держава. Народ поверит сейчас. Дело-то в том, что и тогда-то никто не верил. Все прекрасно понимали, что это… Все прекрасно понимали. Помнишь, это еще план Путина, которого никто не видел, да? План Мугабе – победа Зимбабве, план Путина – победа России. Там формула такая, безотказная. То же самое здесь. Ну, хорошо объявят они 20 годов. Дело в том, что сейчас у людей мысль такая, как бы до 17-го туда жить. И насчет Великой России там-то рассуждают только на телевизоре. Вот так, когда ты едешь в автобусе, ты не слышишь разговоров о Великой России. Слышишь там разговоры о больших ценах, о чем-то еще. Как лозунг они могут поставить любой, а все будет зависеть как всегда от того, как сработает аппарат. Дело к выборам. Как посчитают? Вот если им удастся в очередной раз устроить правильную работу. И что-то подсказывает, что удастся. Ты знаешь, вот даже, опять же, даже многим членам партии что-то подсказывает, что не удастся. Не удастся. Да. Но будем посмотреть. Будем посмотреть. Я в этом плане пессимист, я полагаю, что Единая Россия, конечно, научит людей правильно считать проценты. Вот. А какой при этом будет выдвинутый лозунг, мне кажется, это не важно, потому что эта любовь не вернет. То есть мы, понимаешь, мы уже пришли. Вот они нас привели. Единая Россия нас привела в 2016 год. По идее, после этого люди стрелялись, брали пистолет и стрелялись. Потому что все, они разрушили все, что могли. Вот. Ну раз они выходить не хотят, значит, ну ладно, будем посмотреть. В сентябре 16-го. В сентябре 16-го. В сентябре 16-го. В сентябре 16-го. Да, все будет видно. Завершается на этом особое мнение. Это особое мнение Николая Голикова, главного редактора журнала «Товар. Деньги. Товар». В роли ведущих «Мужской пятницы» мы здесь будем. В пятницу, соответственно. В гораздо более привычной роли. Да. Спасибо. Всего доброго. Спасибо. Спасибо.